Очень часто организм нам подает сигналы, и эти сигналы важно замечать и уметь читать. И сегодня мы как раз об этом и поговорим. Если вы уже обращаете внимание на сигналы своего организма и в принципе озабочены тем, чтобы оставаться здоровым, то переходите по ссылке в описании к этому видео и забирайте свой подарок. По секрету вам скажу, что эта информация нужна абсолютно каждому человеку, кто в принципе задумывается о том, чтобы оставаться здоровым. Практически любые наши патологические состояния, безусловно, связаны с дефицитами. С тем, что в нашем организме не хватает либо витаминов, либо минералов. Либо в принципе у нас есть недостаток, например, белка или, например, полезных жиров. И вот здесь встает вопрос, что мне попить? Марина, подскажите, какую фирму лучше выбрать? Марина, подскажите, в какой дозировке? И у меня для вас, конечно же, есть ответ. Может быть, к сожалению, а может быть, к счастью, заключается он не в том, чтобы порекомендовать вам какую-то конкретную добавку. А заключается он в том, чтобы в принципе понять, почему мы зашли в эти дефициты. Почему мы допустили, что в нашем организме есть дефицитное состояние и не хватает какого-то элемента. У нас есть такое понятие, как коферменты или кофакторы. Наверняка вы слышали такие выражения. Так вот они обозначают, ну, в буквальном смысле, помощники. И для любого витамина или микроэлемента такие помощники нужны. Если у нас какой-то один элемент выходит из строя, следовательно, он тянет за собой все остальные. Есть несколько моментов, на которые обязательно надо обращать внимание. Самый первый – это достаточно ли в вашем рационе питания всех витаминов и элементов, которые нужны для всех биохимических процессов в организме. И если в вашем рационе их недостаточно, тогда надо пересмотреть рацион. Есть второй момент. Это периоды в жизни в нашей есть, когда нам больше надо витаминов или минералов. Например, это кубертатный период, беременность, тяжелый физический труд. Или, например, это стресс. Организм будет тратить гораздо больше витаминов и минералов. Да, кстати, здесь же еще я бы назвала одну из причин, по которой организм будет в разы больше всего тратить. Это вяло текущее воспаление. В эти периоды нашему организму нужно гораздо больше всяких разных веществ. 15-минутный стресс выгребет ваш магний просто под донышком. Организму нужна помощь. И в такие моменты, безусловно, необходимы БАДы. Современные продукты питания. Когда мне говорят, вот моя бабушка всю жизнь ела хлеб и оставалась там стройной и здоровой до конца дней, надо понимать, что ваша бабушка, во-первых, много работала. Жила согласно циркадным ритмам, то есть стемнело спать. У нее был совершенно другой информационный фон. И в-четвертых, она ела, например, пшеницу, однозеренку, в которой было глютена на 40% меньше, чем сейчас. Наши бабушки пекли хлеб. В этом хлебе не было дрожжей. Ну, максимум закваска, которую, опять же, делали сами. Сейчас это совершенно не тот хлеб. Вот эта булка, которая очень мягкая, такая белая, в ней нет питательных элементов для нашего здоровья. В ней практически нет клетчатки. В ней фактически нет витаминов группы В. Но зато много глютена. Что такое глютен? Глютен – это клей, который склеивает ворсинки нашего кишечника и приводит к воспалению. А воспаление выгребает остальные витамины и минералы. И, собственно, из этой же оперы витамины и минералы из овощей и фруктов. Когда мне говорят, у меня очень много овощей в рационе, если мы говорим про фермера, например, который выращивает урожай и которому платят за вес продукта, то, конечно же, он будет удобрять свою почву самыми дешевыми удобрениями. Конечно же, он будет защищать ее от вредителей, жучков и так далее. А это уже тоже модифицированные растения, которые устойчивы к этому. И мы сейчас видим с вами, что, например, яблочки, они такие один к одному. Морковочка ровненькая, такая гладенькая. На самом деле в природе же не такими они вырастают. Если мы говорим про бабушку, то, скорее всего, вот смотрите, удобрения органические, они сейчас стоят очень-очень дорого. Когда бабушка хочет вырастить морковку, она пойдет в магазин и скажет, внучок, продай мне что-нибудь. И он ей предложит органическое удобрение, которое очень дорого стоит. И бабушка скажет, ой, нет, ты что? И купит что-то дешевое, синтетическое. И я сейчас не осуждаю бабушку. Я говорю вам в принципе про контекст, при котором мы получаем или не получаем витамины и минералы, и из каких продуктов мы их можем получить. Понятно, что в этом виновата не бабушка, а в принципе современная промышленность. Но нам с вами обязательно нужно об этом помнить, когда мы говорим о том, чтобы скомпенсировать дефициты. Вы наверняка слышали такую фразу, мы то, что мы едим. Я с этим абсолютно согласна и ни секундочки не собираюсь спорить, но я хочу ее просто продолжить. Мы не только то, что мы едим, а мы еще и то, как мы усваиваем и выводим то, что мы едим. Потому что недостаточно просто получить эти элементы, надо их усвоить. И за это отвечает наш желудочно-кишечный тракт. В первую очередь слизистые. Когда наша слизистая плотная, гладкая, ровная, за нее, во-первых, не могут зацепиться ни микроорганизмы, ни вирусы. Именно на ней живет такой хороший здоровый иммунитет. А в-третьих, именно на слизистой происходит всасывание. Возможности нашего желудочно-кишечного тракта по усвоению полезных веществ из продуктов питания. Это прежде всего то, как мы жуем. И если мы жуем действительно, тогда мы усваиваем углеводы. В желудке у нас должна быть адекватная кислотность. Потому что именно она отвечает за то, чтобы усвоились минералы, для того, чтобы усвоился белок. Обработался, вернее, белок, который будет усваиваться в кишечнике. Все жирорастворимые соединения, а это витамин А, витамин Е, витамин Д, витамин К, омега. Они будут усваиваться у нас только благодаря хорошему и слаженному желчооттоку. И дальше в кишечнике уже наш микробиом всасывает все необходимые и полезные нам микроэлементы. После этого организм должен вывести отработанные соединения, в том числе те, которые в процессе жизнедеятельности нашего организма образовались. Например, наши отработанные гормоны. И это уже тоже вопрос печени и кишечника. Если у вас желудочно-кишечный тракт работает адекватно и оптимально, у вас никогда не будет дефицитов, потому что даже из продуктов питания вы будете их усваивать. Можно ориентироваться на некоторые сигналы организма и понять, какого витамина или минерала вам не хватает. Очень часто человек пытается узнать свои дефициты, конкретно по витаминам группы В, придя в лабораторию и сдав анализ. Так вот, я хочу вам сказать, что ни один из витаминов группы В не информативен, если его смотреть по крови. Можно, конечно, посмотреть по анализу, например, на аминокислоты, но это, конечно, дорого. А можно, например, подумать о том, что конкретно вам говорит ваш организм. Возьмем витамин В12, который сейчас у всех на слуху разрекламирован. Это витамин молодости, красоты, горящего взгляда, кайфа от жизни. То есть, знаете, когда есть выражение такое, взгляд уже не тот. Так это вот как раз витамин В12, потому что с возрастом, конечно, он истощается. Витамин В12 зачастую в лаборатории по крови вы получаете свой анализ и видите там вот такую цифру просто. Человек пугается, конечно, идет в гугл. Гугл ему говорит, что это, скорее всего, онкология. На самом деле ничего подобного, потому что, скорее всего, у вас в крови его много, а в клетке его нет. И вот для того, чтобы понять, достаточно ли у вас витамина В в клетке, посмотрите на блеск своих глаз. Насколько кайфово и интересно вам жить. А еще посмотрите на свои лунулы на ногтях. Если у вас они есть только на большом пальце, на указательном поменьше, на среднем еще поменьше, а к мизинцу их вообще уже нет, значит в клетке витамина В12 недостаточно. Лунулы должны быть на каждом пальце и занимать 1,5 часть ногтя. Кроме витамина В12 по ногтям можно еще определить уровень белка и цинка. Потому что, если не хватает белка, у вас будут неровные ногти, заусенцы вокруг ногтей. Если не хватает цинка, это будут такие белые крапинки на ногтях. А вот кровоточивость ваших десен говорит, скорее всего, о дефиците витамина С и цинка. Фолликулярный кератоз или так называемая гусинная кожа, особенно на предплечьях, сигнализирует о дефиците витамина А. Также о дефиците витамина А будет говорить то, что у вас, например, чуть-чуть испортилось зрение в сумерках. Или вам, например, на солнечном свету уже не комфортно глазам. Если вы посмотрите на корень своего языка и увидите там белый налет, скорее всего, это избыточный грибковый рост. А если увидите, например, желтый налет, то, скорее всего, это проблемы с желчным пузырем. А следовательно, все жирорастворимые витамины у вас тоже плохо усваиваются. Если вы болеете больше, чем один раз в год и при этом у вас есть проблемы с желчным пузырем, то, скорее всего, у вас есть нехватка витамина Д. О витамине Д, кстати, у меня на канале есть отдельный ролик, и это полный гайд со всеми ответами на вопросы. Любая сухость кожи – это дефицит жирорастворимых витаминов и вопросы к работе желчного пузыря. Выпадение волос – это всегда дефицит белка и минералов. Судороги в мышцах будут говорить и о дефиците белка, и о дефиците магния и кальция. Чтобы минералы усваивались, в нашем организме должен быть адекватный уровень белка. Ни один минерал не может путешествовать по организму сам по себе. Он ездит на молекуле белка. И, пожалуйста, обращайте внимание на гиподинамию, потому что если у вас малоподвижный образ жизни, значит это застойные процессы. Ни лимфоток, ни кровоток не двигаются, а, следовательно, доезжать ваши витамины и минералы даже из очень дорогих БАДов не будут туда, куда надо. Для того, чтобы не довести свой организм до лечения тяжелыми препаратами, антибиотиками и бесконечными консультациями врачей, подписывайтесь на мой канал, здесь будет много интересного и полезного для сохранения или восстановления вашего здоровья. С вами была Марина Жигульская и школа здоровья ресурс.